Вот и конечные В воде, как рваный снег, питалая вода, над головами нет ни крыши, ни брезентов, они тиснились в том вагоне, как могли, кто умирал в пути до этого момента. Тех молча могла, но цепочки помогли. Он был тогда еще подростком, ведь хотелось. Он на язык водил снежинки и мечтал, что будет день, когда гнигущий страх и серость, задний радость. О, скорей был вокзал. Он замерзал себе руками, отнимая. Он сжался к людям, чтобы было чуть теплее. И все раз спрашивал, за что? Не понимая, что вся витая его лишь то, что он и ты. Если о событии он помнил, четкость красота, тот свинечу дышащий. Двенадцатый вагон. Как я-то вынес путь, шептай, наконец-то. И как вздохнул он, скоро выйдем на перо. Но нитки не выпустили. Может быть, забыли? Или нацисты просто плавно ушли? И разброску почему-то отложили. Он помнил все, какие часы готовишь. Он помнил звуки. Сон и крик. И просто скрежет. Весь пояс вылок. У него столько и все еще живых. Он помнил. Сердце замедляясь. И осрежет пук. Луна плыла. Глаза в застывших и пустых. Не мело кожа на стене. Все как в иголках. Страх, безысходность, ветер. И в каменях дрожь. Все постепенно засыпали. Вдруг потемка. Как будто кто-то на стене так похож. Он тоже здесь? Мелькнула мысль и чуть согрела. Парнишка медленно. Среди нескудавших тел. Пополз к нему. И заглянув лицом слева. Узнал его. И осторожный рядом сел. Тот пожилой мужчина был на самой грани. Он посинел уже. И полностью огня. И мальчик с болью вспоминал как горожане. Селожане старика. Тут был добряк. Мельчишка вспомнил как соседка в двух голодных. Какой конфеты сейчас на детям раздал. И в его гарантии. По ступенью благородных. Он видел свет. И сам таким же вперед мечтал. Мельчишка тут спокойнется. Вам не время. Не взывайте. Шевелитесь. Ну же. Ну. И развязавшись. Невозможное поверье. Обнял его. И что-то на руках шепнул. Он умолял его дышать. И не сдаваться. Хотя он сам боролся чтобы не уснуть. И становилось все сложнее передвигаться. Но старик он растирал. Ладон. Грудь. Он не растирал за стену спину. Руки. Ноги. Тещек. Уши. И просял мне Василу. Он все молился Боже. Без твоей подмоги. Я не смогу его спасти. Но ты спаси. Он приживал мужчину крепче. Затаргаясь. Он так хотел отдать ему свое тепло. Моро скрипчал. И по лагону постираясь. По миллиметру. Превращал людей. Стекло. Моро скрипчал. Моро скрипчал. Моро скрипчал. Моро скрипчал. Вставай, макинь. Все копошился. До победного утра. С восходом солнца. Тишина сдаела уши. И много страшно несла с собой заря. Заверзли все. Моро скрипчал. Не переживши стокость туши. И ладенькие лежали. Как из хустеля. И только двое шевелились и дышали. Лишь двое вышли тогда ночной мороз. Надежность в небо свои лица подымая. От ветра грубые. Зовет ее от слез. А через час нацисты к поезду вернулись. И старика с мальчишкой в лапе певели. Где дни и ночи. Выбужели не терпелись. До окончания всех ужасов войны. Пошли года. Смягчая боль. Подросток вырос. Открыл и камеру. Но двенадцатый лакон. Он вспоминал всю жизнь. И все, что в нем случилось. Всегда рассказывал слеза. Как страшно стало. Он часто детям говорил. Мы замерзаем. Лишь потому, что зажимает свет внутри. Но не секрет. Мы лишь тогда себя спасаем. Когда мы заняты в спасении других. Аминь. 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 Продолжение следует...